Наш фильм документальный, и при его показе мы рекомендуем соблюдать педагогическую осторожность, так как некоторые кадры могут вызвать шок. American Portrait Films представляет Безмолвный крик, искаженное лицо ребенка, который погибнет на наших глазах. Безмолвный крик. Бернард Натансон, врач. Меня зовут Бернард Натансон. Я врач, акушер-гинеколог. Должен сказать, что у меня есть определенный опыт в отношении абортов. Когда я изучал медицину в 1949 году, еще не существовало научного знания об эмбрионе. В то время думали, что нерожденный ребенок, плод, это нечто, находящееся в матке, и считать или не считать его человеческим существом, единственной в своем роде личностью, было вопросом веры. Отношение к нерожденному ребенку изменилось в 70-е годы, когда изучением плода занялась наука. И результаты этого изучения сделались достоянием медицины. Открытия в данной области стали возможными благодаря внедрению новейших технологий, таких как УЗИ, электронный контроль за сердцем эмбриона, радиационная иммунохимия и другие. Ультразвуковая энтероскопия в реальном времени, то есть получение изображения ребенка в движении, существует как метод клинического исследования с 1976 года. В кабинете УЗИ находится смотровой стол и сам ультразвуковой аппарат. Для проведения исследования женщина укладывается на стол, ее накрывают стерильной пеленкой, и датчик устанавливается в области проекции матки. Прибор излучает пульсирующие звуковые волны высокой частоты, которые, отражаясь, попадают на датчик. Компьютер анализирует эти отражения и составляет из них изображения нерожденного ребенка. Изображение может быть получено путем линейного или поперечного сканирования. Линейное сканирование применяется на ранних сроках беременности, а поперечное – на более поздних. Ультразвуковой прибор работает настолько точно, что позволяет различить даже крошечные, открывающиеся и закрывающиеся во время сердечных сокращений, сердечные клапаны. Эта совершенная аппаратура дает возможность родителям увидеть своего ребенка еще до рождения. Благодаря технологиям, приборам и оборудованиям, применяемым в современной медицине, мы убедились в том, что нерожденный ребенок – это человеческое существо, еще один член человеческого сообщества, не отличающийся от других людей ничем. Сегодня мы располагаем аппаратурой, впервые позволяющей увидеть аборт глазами его жертвы. Ультразвуковая запись показывает, как ребенка разрывают, расчленяют, четвертуют, размалывают и уничтожают холодные, стальные инструменты врача, производящего аборт. Вот несколько изображений ребенка на разных стадиях внутриутробного развития, практически с самого начала до конца этого развития. Это ребенок после четырех, восьми недель, двенадцати недель, шестнадцати недель, восемнадцати, двадцати недель и двадцати восьми недель. Вы видите, что никакого принципиального изменения с ним не происходит. Этот маленький, двенадцатинедельный человек является полностью сформировавшимся и абсолютно узнаваемым человеческим существом. Мост шестинедельного ребенка уже испускает импульсы. Сердце ребенка начинает биться примерно две с половиной недели и все функции его организма ничем не отличаются от наших. В книге Уильяма Абстекля в предисловии к шестнадцатому изданию, вышедшему в 1980 году, говорится, что зародыш теперь может по праву считаться нашим вторым пациентом и врач должен относиться к нему соответствующим образом. А ведь еще года два назад врачи об этом и не думали. Традиционные профессионально-этические нормы медицины не позволяют нам убивать наших пациентов. Мы даем клятву сохранять им жизнь. Посмотрим, чем же является аборт для нашего второго пациента. Вот так выглядит нерожденный двенадцатинедельный ребенок, находящийся в матке матери. Перед началом операции врач вводит во влагалище женщины зеркала, которыми обнажает шейку матки. Обследовав ее, он берет инструмент, который называется пулевыми щипцами. Захватывает ими шейку матки и вот таким образом защелкивает щипцы. Следующий инструмент это зонд. Он вводится в полость матки для определения ее размеров. Затем используется набор расширителей гигара, этих металлических инструментов для того, чтобы раскрыть шейку матки и ввести инструменты для произведения аборта. Сначала врач вводит расширитель меньшего диаметра и постепенно расширяет церквикальный канал, последовательно вводя инструменты все большего размера. Теперь врач достает следующий инструмент, называемый вакуум-кюреткой. Она находится в стерильной упаковке до момента ее применения. Вакуум-кюретка вводится через расширенную шейку в маску, чтобы вскрыть плодный пузырь и выпустить околоплодную жидкость. После чего ребенок станет достигаем для инструмента. Вакуум-кюретка присоединяется к вакуумной трубке, которая подведена к электронасосу, создающему застальшивающее давление около 55 миллиметров ртутного столба. Вакуумная трубка разрывает ребенка, отрывая части тела одну за другой, пока от него не останутся кровавые клочья и голова, которая слишком велика для того, чтобы ее можно отстасать от тела через вакуумную трубку. Поэтому теперь необходимо ввести в матку другой инструмент, называемый аборцанг. Врач, производящий аборт, должен нащупать в матке голову ребенка и раздавить и удалить ее, после чего аборт считается завершенным. Мы видели, как изображение 12-недельного ребенка появляется на ультразвуковом экране. мы видели, каким образом совершается аборт на сроке беременности в 12 недель. А сейчас мы увидим фильм, впервые сделанную в реальном ультразвуковом изображении, запись аборта одного из 4 тысяч ежедневно производящихся только в США. фильм был отснят в специальной клинике. Молодой врач, сделавший этот аборт, работал в двух подобных клиниках. За время своей врачебной практики он совершил около 10 тысяч таких операций. Когда его пригласили принять участие в просмотре фильма, он был настолько потрясен увиденным, что не смог оставаться в монтажном помещении. Затем вернувшись и досмотрев фильм до конца, он решил никогда больше не делать абортов. Молодая женщина, работавшая во время съемок с ультразвуковой аппаратурой, убежденная феминистка и сторонница абортов, была так взволнована кадрами этого фильма, что больше никогда не обсуждала вопроса о допустимости абортов. А теперь посмотрим сам фильм. Сейчас на экране мы видим линейное изображение 12-недельного ребенка в ультразвуковом изображении в реальном масштабе времени. Он расположен вот в этом направлении. Это его голова, это тело, а вот рука, тянущаяся ко рту. Если мы будем рассматривать изображение поближе, то сможем различить глаз, глазницу, вот нос ребенка, вот его рот, видна даже мозговая полость, ее пространство, заполненное мозгом. Мы видим тело ребенка, ребра, как силуэт, и сзади позвоночник. Это губкообразная отскань наверху является плацентой. Темное пятно вокруг ребенка, околоплодные воды, а вот здесь внизу экрана можно рассмотреть ноги ребенка. Теперь нам предстоит перейти к операции. Мы видим, как бьется сердце в груди ребенка. Оно совершает около 140 ударов в минуту. Ребенок спокойно движется в матке. Мы видим, что время от времени он немного меняет положение, хотя расположен все в том же направлении. Вот движется его рука, большой палец приближается к рту, движение его спокойно, он находится в защищенном пространстве. Тень, которая появилась сейчас внизу, рядом с границей экрана, это вакуум кюретка. Мы окрасили ее, чтобы вы смогли лучше ее различить. Врач уже расширил шейку матки и вводит вакуум кюретку. Вы видите на экране движение инструмента. Вы увидите, как кюретка будет приближаться к ребенку, а он попытается отодвинуться от нее и начнет совершать активные панические движения. движение. Теперь ребенок движется целенаправленно, меняется его положение в матке. Вот она додвигается и хотя вакуум кюретка еще не коснулась его, он уже очень возбужден и совершает быстрые движения. Сейчас он опять занял продольное положение и вакуум кюретка снова блестит внизу на экране. Рот ребенка раскрыт. Этот кадр еще повторится в нашем фильме. Вакуум кюретка, быстро движущийся на экране, это смертоносный инструмент, который разорвет и уничтожит ребенка. Его направят против ребенка, после того, как будет прорван околоплодный пузырь и выйдет околоплодная жидкость. Мы видим, как движется вакуум кюретка в поисках ребенка и вновь он широко раскрывает рот. Это бессмолвный крик ребенка, который скоро должен погибнуть. сейчас его сердце бьется значительно чаще и его движения еще убыстряются. Он чувствует угрозу своей безопасности, отодвигается в сторону в левую часть матки, возбуждающей сострадание попытки спрятаться от безжалостных инструментов, которыми врач собирается его убить. сердечные удары еще заметно учащаются и достигают приблизительно 200 в минуту. Ребенок несомненно ощущает смертельную опасность. Мембрана прорвана, околоплодная жидкость вышла. Вакуумный инструмент присасывается к телу ребенка. под действием давления он притягивает тело ребенка, отрывая его от головы. Ног уже нет. Мы видим движение инструмента разрывающего тела. Вся сила отрицательного давления направлена против ребенка. его голову еще можно различить на экране, а тела больше нет. Оно оторвано от головы. то, что мы видим сейчас, это голова с межполушарной границей, это голова, которую я сейчас обвел на экране, слишком велика для того, чтобы ее можно было удалить из матки. для этого врач должен ввести другой инструмент аборцанг, обхватить им крепкую голову и раздавить, чтобы удалить ее из матки. Оба и врач, производящий аборт, и анестезиолог используют тайный язык, который психологически защищает их, помогая скрыть ужасный смысл происходящего. они называют голову ребенка, которую врач нащупывает матки, номером первым. И анестезиолог спрашивает врача, номер первый вышел, мы закончили. на экране видны части этого инструмента. Он мелькает то здесь, то там, сейчас он справа. Вот голова схвачена аборцангом и ее тянут вниз к шейке матки. Мы можем рассмотреть только осколки куски тканей, указывающие на то, что здесь недавно было живое, беспомощное, крошечное, человеческое существо. чтобы оценить последствия аборта для общества, приведем статистику за последние 20 лет. К 1963 году, задолго до того, как аборт был легализирован в США, известным приговором Роу Ви Уэйд, у нас ежегодно совершалось около 100 тысяч нелегальных абортов и весьма незначительное число легальных. Аборты. В 1973 году, когда приговор Роу Ви Уэйд вступил в юридическую силу, было совершено 750 тысяч абортов. В 1983 году, их число составило полтора миллиона. Рассмотрим аборт как средство получения дохода. В 1983 году, в США было совершено полтора миллиона абортов, стоимостью в 300 400 долларов за каждый. То есть у нас существует абортная индустрия, приносящая ежегодную прибыль в 500 600 миллионов долларов, которую можно внести в список форшера наряду с 500 наиболее доходными отраслями промышленности. 90% денег от абортов попадает в карманы врачей, а остальные к владельцам клиник. По нашим сведениям, разрешения на создание этих клиник выдаются с такой же легкостью, как если бы речь шла об открытии кафе в Бистров. Целая сеть подобных клиник существует в Калифорнии, на всем юго-западе и юго-востоке США. Причем угроза того, что эти клиники попадут в руки преступных синдикатов США, все возрастает. Деньги, нажитые на абортах, это не чистые деньги. Они не только покрыты кровью невинных жертв, но и не спачканы руками преступных организаций Америки. Говоря об абортах, необходимо сказать, что их жертвой являются не только дети, но и женщины, которые не знают ни о том, что представляет из себя ребенок, находящийся в утробе матери, ни о подлинной сути аборта. Все большему числу женщин сотням, тысячам, десяткам тысяч травмируют матку, вносят инфекцию. Все больше женщин погибают, остаются бесплодными. Это результат аборта, о котором они не имеют правдивой информации. Этот или подобный ему фильм должен показан быть каждой женщине, прежде чем она согласится на аборт. Я обвиняю Национальную Лигу по правам за аборты. Я также обвиняю Ассоциацию по планированию семьи и всех имеющих отношение к абортной индустрии в том, что они повинны в заговоре молчания, скрывая правду об аборте. И я требую от всех наживающихся на абортах, чтобы они показывали женщинам этот или подобный ему фильм, прежде чем они решатся на аборт. Я был одним из узнавателей Национальной Лиги по правам за аборты в 1969 году и два года руководил крупнейшей клиникой для абортов в западном мире. Но с тех пор представление о зародыше изменилось. Были проведены новые исследования эмбриона, которые доказали, что неродившийся ребенок ничем не отличается от нас с вами и является полноправным членом человеческого сообщества. убийство не может решить никаких социальных проблем. Применение силы является признаком научного еще более страшного нравственного кризиса. Я не могу поверить, что американцы, запустившие людей на луну, не способны найти иного выхода, чем насилие. Я считаю, что каждый, каждый из нас должен приложить все старания к тому, чтобы найти лучшее, обязательное для всех решение, основанное на любви, сочувствии и уважении к праву человека на жизнь. Мы должны ради будущего человечества здесь и сейчас прекратить убивать. here and now stop the killing. и премьер и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok